глава 12 катакомбы многие говорят что нелегкая поступ времени ощущается на титане сильнее чем в других местах и слои истории давят здесь особенно тяжело на самом деле причина в том что сила тяжести на титане несколько больше чем на терри это объясняется наличием сверхплотного стержня внедренного в ядро спутника во времена темной эры технологии но в этом утверждении есть и другая истина история буквально высечена на скалах титана в виде лиц забытых героев восхвалений когда-то известных всему миру деяний в виде мозаичных картин ужасных сражений против сил хаоса вся поверхность титана изрезана словно огромное долото высекло из планеты укрепления и цитадели их стены самых ранних дней империума слой за слоем покрывались каменной резьбой здесь хранится столько историй что она переполнила бы все библиотеки инквизиции если бы только смогла вырваться наружу правосудор ген хайн размышлял сколько мог бы узнать империум если бы его ученые сумели правильно прочитать все образы и письмена со стен подземелья титана под верхними уровнями титана где жили и молились серые рыцари находились катакомбы с захоронениями длинные сводчатые туннели были вырублены ремесленниками еще до того как ордомалеус возродился из огня ереси хоруса ген хайн спускаясь вместе с процессией в катакомбы где будут похоронены его боевые братья смотрел на высеченные в камне лица серых рыцарей боевые братья в старинных силовых доспехах вели бесконечную битву против ухмылявшихся каменных демонов эта колонна была поставлена в память о безымянных святых империума сводчатый потолок покрывали имена братьев тех павших в боях серых рыцарей тела которых было невозможно отыскать для захоронения на титане ген хайн шел вслед за капелланом дурандином дурандин в полном комплекте черных доспехов в череполиком шлеме серого металла не раз проходил по этим переходам будучи капелланом он оставался попечителем мертвых и заботился о них также как и о душах живущих братьев следом за ген хайном шагали войны его отделения с носилками на которых лежало тело брата края павшего серого рыцаря из отделения танкреда доставленная командиром на борт рубикона брат каанус тоже погиб на суфанус и кундусе но его тело осталось захороненным на планете ген хайн знал что если серые рыцари вступят в бой с горгатулотом еще до завершения этой миссии в катакомбах титана появится множество новых могил края лежал в белой погребальной накидки надетой поверх массивных пластин терминаторских доспехов под ней просматривались очертания алебарды немезиды лежащий на груди могучие руки в латных рукавицах покоились на рукояти оружия следом за носилками шагали несколько новичков это были совсем юные ученики только начавшие процесс трансформации в серых рыцарей они несли курильницы наполнявшие спертый воздух катакомб густым резким ароматом священного ладана ген хайн припомнил это время почти скрытое пеленой психоустановок и бесконечных медицинских процедур когда-то он сам шел вслед за погребальной процессией серых рыцарей и гадал сколько пройдет времени до тех пор пока его тело прикрытое белой накидкой окажется на таких же носилках процессия в полном молчании двигалась по катакомбам то здесь то там стены расступались открывая ниши высеченные в каменном массиве в каждый из них покоились останки серых рыцарей погибших столетия назад на полу часто виднелись описания подвигов боевых братьев лежащих в нишах буквы почти были стерты сапогами бесчисленных погребальных процессий ген хайн на ходу читал обрывки слов имена некоторых его братьев не попадут даже в историю серых рыцарей поскольку они сражались и умирали в пропущенные летописцами периоды времени дурандин дошел до зала где предстояло похоронить края и впустил туда ген хайна с его воинами и новичков на пьедесталах рядами стояло около 50 каменных гробов три или четыре возвышения оставались пустыми и одно из них было предназначено для края края останется лежать здесь до тех пор пока отделение танкреда не вернется со шлейфа воины снимут с тела доспехи и возьмут оружие немезиды затем боевые братья проведут ритуал очищения и будут наблюдать как ремесленники ордена изготовят вокруг тела каменный гроб в прошлом величайших героев серых рыцарей хоронили вместе с доспехами и оружием но драгоценные комплекты терминаторской брони следовало беречь адепту со стартас решили передавать их новым десантникам вводимым в состав одного из отделений ордена гена семя края иссеченная из тела лично танкредом будет имплантирована в организм новичка и тогда постепенно появится новый серый рыцарь клинок края тоже вручат космодесантнику получающему первое освещенное оружие болтер и боезапас будут распределены между воинами его отделения таким образом края даже мертвым продолжит борьбу против великого врага и отомстит злобным силам погубившим его тело на виду у всевышнего императора в сражении против сил разложения лицом к лицу с врагом пал брат края низкий печальный голос дурандина казалось заполнил все катакомбы истребление демонов содержало десятки погребальных молитв дурандин множество раз произносил и знал наизусть каждую из них брат края выбрал для своих похорон одну из простейших генхайн помнил этого скромного воина точно исполнявшего приказы правосудора танкреда и считавшего себя никем иным как инструментом воли императора дурандин продолжал службу генхайн и все воины склонили головы новички за их спинами впитывали каждое слово капеллана отыскивая для себя смысл в панагирике павшего края враг не нашел в его мыслях ни единой лазейки и не встретил милосердия от его руки на виду императора он пал и бок о бок с императором будет сражаться против врага в конце всех времен во имя золотого трона во имя повелителя человечества пусть брат края живет в нашей борьбе дурандин закончил молитву и новички молча по одному вышли из зала они вернутся в кельи и будут размышлять обо всех боевых братьях подобно края павших на поле боя их гена семя теперь имплантирована в тела учеников оно регулирует их превращение в серых рыцарей генхайн обернулся к брату он дурину который нес огнемет отделения и выполнял обязанности неофициального заместителя он дурин отведи отделение на рубикон и прикажи экипажу готовиться к вылету я скоро догоню вас он дурин кивнул и молча вывел отделение генхайна из зала на дорогу из катакомб у них уйдет примерно два часа правосудор генхайн остался в зале наедине с дурандином брат капитана ларик оказал великую честь брату края отправив его тело на титан заговорил дурандин но вряд ли он отослал тебя и рубикон только ради этого вы правы капеллан он послал меня с просьбой от его имени дурандин кивнул я получил твое астропатическое послание это весьма необычная просьба такого не случалось уже много столетий и еще реже такие прошения выполняются а ларик все тебе рассказал все и еще он объяснил мне что обладает властью исполняющего обязанности брата капитана и может доказать настоятельную потребность в том предмете который я должен получить дурандин усмехнулся в глубине своего череполикого шлема конечно правосудор но ты должен понимать значение этой просьбы как опекун наших павших братьев я должен отнестись к ней очень осторожно следуй за мной правосудор дурандин пошел между пьедесталами к выходу генхайн опустив взгляд увидел глядящие на него каменные лица суровые покрытые морщинами и шрамами лица людей чьи души не могли успокоиться генхайн знал что они и по сей день ведут непрекращающуюся борьбу с врагом как сам император сражается из недр своего золотого трона и борьба это будет длиться до конца всех времен через сводчатый проем они вышли в коридор и дурандин продолжил путь вниз генхайн следовал за ним в полумраке люмосферы здесь были расположены очень редко и многие из них погасли в стенных нишах многие столетия лежали тела воинов туннель закручивался по спирали вгрызаясь в кору титана вдоль стен стояли статуи настолько старые что черты лиц были стерты временем шаги дурандина по гладкому каменному полу будили гулкая эхо воздух стал теплее белые зубы скелетов поблескивали в полумраке генхайн мельком заметил на стенах резные изображения серых рыцарей в давно устаревших силовых доспехах он видел подобное на мозаичных картинах в часовнях и в иллюстрациях старинных рукописей после недолгого спуска коридор выходил в огромное подземное пространство помещение было настолько большим что дальняя стена казалась горизонтом а потолок бескрайним каменным небом зал словно богатый мрачный город был заполнен рядами огромных искусно изготовленных сооружений из гранита и мрамора наших мертвых не всегда хоронили бок о бок как братьев тихо пояснил дурандин орден постепенно изменяется хотя это и не всем заметно этот уровень сохранился с тех пор когда серых рыцарей как величайших героев хоронили в таких городах мертвых как давно это было нехотя спросил генхайн как и все серые рыцари он сражался с ужасными противниками и видел такое что могло бы свести с ума менее стойкого человека и все же молчаливый некрополь вызывал в нем чувство глубокого благоговения последнее захоронение было сделано более 900 лет назад ответил дурандин идем дальше правосудар дурандин шагнул под каменное небо и направился по широкой улице вымощенной плитами из блестящего гранита с обеих сторон выселись гробницы некоторые высотой в несколько этажей одни были украшены резными картинами сражений на других виднелись монументальные символы стилизованная буква и обозначающая инквизицию и меч с книгой эмблема серых рыцарей генхайн заметил и выцветшие написанные некогда яркими красками образы серых рыцарей в древних доспехах терминаторов они мечами алибардами прогоняли огромные полчища тлетворных демонов с извивающимися щупальцами другая гробница была увенчана массивным мраморным громовым ястребом космическим челноком словно готовым в любой момент вознести душу лежащего под ним космодесантника дурандин свернул за угол и в дальнем конце прохода генхайн увидел помещение выстроенная форме древнего амфитеатра арочные проходы в закругленных стенах вели на арену где сотни сидящих каменных фигур молча смотрели на обсидиановый прямоугольник что стоял на возвышении в центре дурандин вошел в амфитеатр он оказался огромным как одно из заведений для гладиаторских боев которые можно было найти в городах самых жестоких миров империума фигуры наблюдающих людей были закрыты накидками и капюшонами символами различных организаций империума инквизиции адептус механикум экклезиархи администратума и даже адептус терра символичность памятника не оставляла сомнений все мужчины и женщины империума знали они это или нет были в неоплатном долгу перед серыми рыцарями теперь ты понимаешь почему мы хороним павших воинов как братьев сказал дурандин они как королей генхайн на мгновение лишился дара речи произнеси такие слова любой из новичков и он немедленно был бы жестоко наказан за нечестивость серые рыцари совершают свои собственные ошибки правосудар продолжал дурандин а ларик настолько доверяет тебе что отправил сюда так что и я доверю тебе объяснения в прошлые времена жертвами гордыни становились целые ордена космодесантников к счастью ни один серый рыцарь не поддался этому греху частично из-за усилий капелланов которые вовремя замечали склонность гордыни и старались увести братьев со скользкого пути вот почему мы больше не хороним здесь наших мертвых дурандин спустился по крутым ступеням к подножию обсидианового саркофага в глубокую черную тень на блестящей поверхности камня на высоком готике были высечены названия миров и крестовых походов где сражался погребенный воин обозначение уничтоженных им демонов и почести которыми его удостоили лорд инквизиторы орда молеус последняя боевая почесть относилась к ориону 9 дурандин шепотом прочел короткую молитву затем он приложил ладонь к вмонтированной в саркофаг панели и полированная крышка с чудовищным скрежетом медленно отошла в сторону из-под пола поднялись мраморные ступени ведущие гробу и дурандин поднявшись встал у изголовья в воздухе разнесся сильный запах снадобий и химикатов которыми в те времена обрабатывали тела серых рыцарей перед погребением ген хайн последовал за капелланом вверх по ступеням поднявшись настолько чтобы видеть внутренность саркофага он в невольном почтении склонил голову гранд мастер мандулис был похоронен без доспехов во времена его гибели терминаторские лад и переходили по наследству тому серому рыцарю который добивался чести быть принятым в отделение терминаторов саван гранд мастера пожелтел от старости и плотно прилегал к скелету так что были ясно видны все кости и изгибы черепа ген хайн заметил шрамы вокруг глазниц и на макушке черепа грудную пластину из соединенных ребер и отверстия через которые к телу подключались системы жизнеобеспечения и выходили окончания нервных волокон обереги мандулисов монтированные в доспехе для защиты от демонов последние минуты жизни раскалились так сильно что их следы до сих пор виднелись на костях причудливым спиральным узором кисти рук мандулиса были сложены на груди и все еще держали меч немезиды рисунок сверкающей молнии выполненные золото начинался от крестовины и доходил до середины лезвия золото и серебро все еще ярко блестели лезвие оставалось настолько чистым что отраженное в нем каменное небо казалось ярче словно святость оружие придавало благородство даже отражению чем дольше ген хайн смотрел на тело гранд мастера тем больше замечал нанесенные ему ужасные повреждения какое-то едкое вещество расплавила часть грудной пластины и проникла внутрь оставив на ключицы шершавые пористые следы тонкие трещины покрывали конечности в тех местах где кости были сломаны а затем восстановлены апотекариями готовившими тело к погребению верхняя часть черепа представляла собой совокупность мелких осколков мандулис погиб в смертельной схватке с горгатулотом злоба принца демона была настолько сильна что он пытался раздробить тело серого рыцаря на кусочки будь это кто-то другой заговорил дурандин просьба ларика никогда не было бы выполнено будь он братом капитаном или кем угодно но мандулис умер изгоняя горгатулота никто не сможет отрицать что он согласился бы на любые жертвы чтобы сделать это снова капеллан нагнулся и осторожно чтобы не сломать хрупкие кости разогнул пальцы мандулиса держащие рукоять меча затем поднял оружие и протянул его генхайну лезвие осталось таким же острым как в тот день когда гранд мастер обнажил его в последний раз генхайну она показалась тяжелым меч был изготовлен в те времена когда оружие немезиды держали по-другому массивный клинок предназначался для того чтобы рубить доспехи и кости мечи немезиды которыми сейчас пользовались боевые братья генхайна были намного тоньше и легче для того чтобы колоть и резать ни одна гробница в городе мертвых не открывалась уже 400 лет произнес дурандин орден хотел бы оказать а ларику большую поддержку особенно теперь когда с ним нет лиги но а ларик как и все мы знает что и в лучшие времена сил ордена не хватало на все а сейчас когда открылось око ужаса на счету каждый серый рыцарь мы признаем что угроза появления горгатулота реально и надеемся что меч мандулиса поможет а ларику раз не в силах помочь его братья воюющие око ужаса я бы хотел лично сказать это брату капитану но уверен ты передашь ему мои слова генхайн понимал что дурандин все это мог высказать а ларику лично через остропатов тот факт что капеллан не стал прибегать к их помощи подсказал генхайн у что дурандин ненадолго задержится на титане да прибудет с вами император в оке ужасе капеллан произнес генхайн пусть тебя ведет по шлейфу его свет правосудар ответил дурандин они спустились к подножию саркофага и крышка вновь закрыла тело древнего гранд мастера два серых рыцаря в полном молчании отправились долгий обратный путь на поверхность титана упадавшийся хаосу лиги не осталось шансов на спасение как только рубикон прибыл на япад лиги усыпили и погрузили в стазис это состояние длилось до тех пор пока команда дознавателей с мимоса не заперло ее в самой надежной камере из всех что были орда молеус это помещение берегли для пленников одержимых самыми сильными демонами камера висела на низкой орбите над темной стороной мимоса и была закреплена на поверхности длинным металлическим кабелем единственный путь в мрачный металлический куб лежал через сервитора перевозчика он подобно насекомому паразиту карабкался по кабелю и присоединялся к шлюзу в нижней части куба сооружение состояло из камеры и комнаты наблюдения в нем имелся достаточный запас кислорода и топлива чтобы поддерживать жизнь в заключенном но оба этих источника в случае необходимости мгновенно перекрывались кроме того помещение было оборудовано полным комплектом приборов позволявших проводить интенсивные допросы оказывать на пленника как физическое так и психическое давление вплоть до девятой самой опасной степени в эту камеру не сочли необходимым поместить валеного он никогда не проявлял ни малейших признаков психической активности но учитывая обстоятельства его спасения конклав решил запереть лигию в самом надежном из всех имеющихся помещений инквизитор никсос знал лигию и как всякий нормальный человек почти не имел шансов добиться успеха в допросах за долгую службу инквизитор привык к мысли что его коллеги и знакомые тоже могут впасть в ересь и стать опасными для империума никсоса не раз призывали для допросов бывших друзей в недрах мимаса заживо гнили несколько его бывших соратников высокопоставленных инквизиторов старик понимал что страшнее трагедии падения перед врагом для служителя империума может быть только то что павшего не передали в руки правосудия потому конклав орда молеус без раздумий доверил именно никсосу вести дознание лиги и кабина сервитора перевозчика была рассчитана на двоих человек никсос ощущал насколько сильно она пропиталась страхом и отчаянием всех тех инквизиторов и дознавателей кто совершал поездки для общения с демонами в человеческом облике иллюминаторы кабины выходили на изрезанную скалами голую поверхность мимаса и в черное небо над которым нависла многоцветная туша сатурна командование мимаса дало разрешение инквизитор произнесла сидящая рядом хоккеспур красивая молодая женщина которую переманили в команду никсоса из коллегии тактики гавани святого джовьена ее молодое красивое лицо было отмечено несколькими незажившими кровоподтеками а при ходьбе красавица опиралась на трость хоккеспур едва избежала гибели во времени удавшейся казни валенова усиленная коррекция проведенная по просьбе никсоса залечит видимые раны но глубокие отметины в душе после встречи со злобным и хитрым врагом останутся надолго никсос и сам едва не умер в тот день если бы не резервные внутренние органы кинжал культиста смерти мгновенно убил бы пожилого инквизитора никсос постарался прогнать ужасные воспоминания нет смысла размышлять о близости смерти иначе можно провести в страхе всю оставшуюся жизнь пусть нас поднимут откликнулся никсос хоккеспур нажала кнопку на панели управления и сервитор начал карабкаться вверх покачиваясь на ходу серво системы никсоса загудели смягчая движение уже более 30 лет старик не имел возможности передвигаться своими силами с тех самых пор как культисты едва не расчленили его тело принося жертву богам тело никсоса осталось искалеченным но разум стал более проницательным никсос увидел все что происходило в головах этих людей он понял что сотворил с ними хаос и разглядел знамения скрытые от них самих завесой невежества увидев такое и выжить на это могло хватить сил только у инквизитора сервитор добрался до верхнего конца кабеля и металлический ляска повестил остыковки с летающей камерой мы на месте передала хоккеспур на мимос по вокс связи после недолгой паузы одна из стен транспортной кабины плавно отъехала в сторону никсос и хоккеспур оказались в небольшой комнате дознавателей в ней стояли несколько панелей регистраторов и мониторов демонстрирующих жизненные показатели пленника воздух здесь был холодным но не свежим он отдавал металлом едва годился для дыхания сквозь единственное окно была видна камера арестанта туда же вела и узкая дверь так что дознаватели могли войти к пленнику и разговаривать лицом к лицу пленником была инквизитор лиги в простом костюме цвета слоновой кости которыми мимо снабжал арестованных она свернулась в углу камеры на выложенном белыми плитками полу ее длинные волосы как помнил никсос всегда тщательно причесаны теперь растрепались и липли к лесу тонкими сидеющими прядями никсос никогда не видел чтобы она выглядела настолько старой лигию била дрожь в камере было холодно и по распоряжению никсоса пленницу некоторое время не кормили почти все время ее держали на грани сна но остатков сознания было достаточно чтобы чувствовать дискомфорт никсос устроил свое наполовину механическое тело на стуле он до сих пор ощущал глубокие раны словно кто-то колол его изнутри тупым ножом жизненные показатели лиги были стабильны ее сердечный ритм отражался мерцающей линии на одном мониторе два других показывали состав крови и температуру тела лигия замерзла устала и проголодалась никсоса удовлетворила такое состояние пленницы разбуди ее хоккес пур равнодушно произнес он хоккес пур взяла из ящика на полке шприц пистолет набрала кот на замке двери и вошла в камеру никсос наблюдал как она вводит в горло лиги и дозу стимуляторов лигия вздрогнула вздохнула затем перекатилась на спину неожиданно широко распахнула глаза и приоткрыла рот подними ее приказал никсос через вокс передатчик хоккес пур схватила лигию за плечо приподняла в сидячее положение и помогая себе тростью прислонила пленницу спиной к стене лигия тряхнула головой огляделась перестала дрожать в ее глазах появилось осмысленное выражение хоккес пур вернулась комнату наблюдения и заперла дверь лиги осторожно спросил никсос ты знаешь где находишься окно в камеру пленника было прозрачным с одной стороны лигия видела перед собой лишь собственное отражение нет слабым голосом ответила она хорошо произнес старый инквизитор единственное что для тебя имеет значение это то что в случае отказа отвечать на наши вопросы тебе предстоят жестокие страдания я я все равно пострадаю если ты откроешь все что нам необходимо мы откажемся от тебя и страдания закончатся но пока ты принадлежишь нам и мы можем делать с тобой все что посчитаем нужным ты просто хранилище информации которую мы выкачаем этот процесс будет легче если ты согласишься сотрудничать ты перестала быть человеком лигия в тот момент когда предала свою нацию и императора единственное что тебе осталось это смерть я могу поторопить ее но те кто придут после меня не будут столь благородны никсос на время замолчал теперь он хотел чтобы заговорила лигия ты ведь никсос правда наконец произнесла она ты меня знаешь и они считают что ты быстрее сможешь меня расколоть лигия всегда была сообразительной именно по этой причине орда молеус и переменил ее из орда еретикус это правда согласился никсос и мы оба знаем что они ошибаются я не могу поступить с тобой так как они ожидают только не со своим товарищем инквизитором так что это твой единственный шанс лигия прикрыла глаза рукой вздрогнула внезапно она рассмеялась нет нет никсос ты мне не друг у меня нет никаких друзей твои культисты были твоими друзьями они погибли ради тебя а тебе известно почему они мне служили я должна была присутствовать при их казни они были еретиками и знали что должны сгореть в огне а им просто нравилось убивать и с тех пор они убивали ради меня никсос медлил он допускал возможно что лигия попытается сделать с ним то что с ней самой сделал валенов на этот случай старый инквизитор отдал хоккеспур приказ убить его при первых же признаках аномальности в его поведении и никсос не сомневался что красавица выполнит распоряжение что он приказал тебе сделать спокойно спросил он лигия печально покачала головой никсос никто и ничего мне не приказывал неужели ты даже этого не понимаешь я видела что произойдет я видела что я должна сделать меня никто не контролировал и мое решение принято без всякого влияния что же ты видела я видела что горгатулот восстанет и валенов будет способствовать его возрождению это неплохо и нехорошо это просто должно произойти однажды я взглянула сквозь пелену и заставила себя понять и тогда все стало ясно лигия неожиданно подняла голову и в ее покрасневших глазах сверкнула жестокость хотя она могла видеть только свое отражение казалось что взгляд пленницы проникал прямо в душу никсоса чтобы ты не делал инквизитор как бы не поступал кто-то другой это не имеет ничего общего с тем что вы сами хотите продолжала лигия ни одно ваше действие вам не подвластно вы просто реагируете на возникшие вокруг перемены все вы марионетки вселенной единственно важная вещь в этой галактике и в любой другой единственно достойное почитание поклонения или хотя бы мимолетного размышления это контролирующие нас перемены повелитель перемен произнес никсос дзинч уголком глаза никсос заметил как вздрогнула хоккес пур заслышав это имя молодая женщина была настолько прямолинейна что не могла без содрогания слышать запретные имена из услужители империума люди дали ему это имя с печалью в голосе заметила лигия но ему не нужно никаких имен ни что из того что мы делаем не имеет значения перемены вынесли решение о возрождении горгатулота и о помощи валеного я была единственной кто мог освободить валеного я это сделала я ничего не выбирала дело было завершено еще до того как я начала действовать никсос откинулся на спинку стула и смотрел как лигия покачнувшись сползла на пол ее по-прежнему широко открытые глаза глядели в потолок так значит вот как ее сломили ее убедили что все действия людей управляются судьбой они собственной волей что ни один ее поступок не зависит от желания она была избавлена от всякой ответственности за свои деяния и превратилась марионетку того кто с ней говорил возможно это был сам горгатулот возможно валенов отыскавший какой-то неведомый способ общения а может быть кто-то 3 кого еще не обнаружили в любом случае дух лиги оказался в подчинении никсосу доводилось видеть такое раньше и он понимал насколько трудно теперь победить ее упорство лиги где сейчас валенов что он задумал он все еще остается в контакте с тобой лиги ничего не ответила ты все нам расскажешь ты и сама это знаешь ты же знаешь что рано или поздно мы тебя сломаем и ты ответишь на все только что заданные мной вопросы ты можешь понять что все равно уже сломано и это просто вопрос времени разве не так работает вселенная а лигия ее сердечный ритм падает сэр вмешалась хоккеспур паника всегда сопровождается сомнениями а сомнения оружие инквизиции все так и будет лигия продолжал никсос мы сломили валенова неужели ты уверена что выдержишь если не выдержал даже он мы не выбираем словно бы самой себе сказала лигия мы только служим где валенов что он собирается делать как нам его остановить ты должна нам ответить но ты не обязательно должна страдать ты ведь это понимаешь не так ли тебе известно чем все это закончится мы только служим намного громче повторила лигия мы служим переменам и перемены наша судьба слушайте его слова преклоните колени во тьме и подчините свету сердечный ритм ускоряется появились аномальные излучения мозга лицо хоккеспур стала зеленоватым в мерцании мониторов еще немного и нам придется ее возвращать судьба уже сломала тебя лигия закричал никсос виде что пленница горестно захныкала судьба распорядилась чтобы мы тебя арестовали и привезли сюда она сделала тебя устала и измученной и она хочет чтобы ты рассказала нам все что тебе известно а иначе почему ты оказалась здесь судьба бросила тебя в камеру чтобы я дал тебе шанс заговорить раньше чем над тобой поработают экспликаторы чего еще хочет твоя судьба если не твоих признаний она уходит сказала хоккеспур и тревожный звонок регистратора жизненных показателей подтвердил ее слова сердце остановилось лигия содрогнулась и внезапно села прямо трасклей а талгрия прокричала она каким-то ужасным неестественно низким голосом казалось что он прорвался сквозь стену и ударил в голову никсоса як-то лан трандакла никсос кулаком ударил по кнопке аварийной защиты и перед окном упал стальной занавес голос лиги и затих в нескольких услышанных словах никсосу почудилось нечто чудовищное нечто древнее и ужасное лигия заговорила на неведомом языке и это было наихудшим из признаков ее голова настолько переполнилась запретными знаниями что они выплескивались наружу только император знает сколько бед она могла бы принести незащищенному разуму она ушла отметила хоккеспур глядя на ровные зеленые линии жизнедеятельности появившиеся на экранах мониторов верни ее сказал никсос надо оставить фронт работ для экспликаторов женщина захватив с собой медицинский набор вновь набрала код замка и поспешила в камеру лигия лежала на полу и судорожно подергивалась никсос увидел как хоккеспур достав на артециум впрыснула лиги полный комплект медикаментов чтобы заставить ее кровь двигаться теперь хоккеспур и никсосу предстоит пройти обряд очищения мыслей чтобы убедиться что содержимое головы лиги не оставила следа на их разуме а саму лигию будут охранять еще тщательнее дознание будет производиться дистанционно а вход в камеру позволят только пыточным сервитором лигия кашлянула и сделала долгий прерывистый вдох оставь ее хоккеспур сказал никсос поднимаясь со стула мы потеряли ее уже давно больше ничего не оставалось как только запереть дверь камеры вызвать сервитора перевозчика и возвращаться на энцелад женщина которую когда-то знал никсос исчезла ее личность поглотил нечестивый разум ей предстоят жестокие страдания но теперь эта проблема мимоса рубикон быстро как только мог доставил на трепетас отделение ген хайна и меч мандулиса крейсер пришвартовался в доке над крепостью трепетаса в тот момент когда последний из малых кораблей флотилии клаеса отправлялся дозором по шлейфу в распоряжении клаеса были несколько дознавателей в основном отобранных из числа арбитров шлейфа из самых сообразительных работников персонала крепости сейчас почти все они с головой погрузились безумие охватившая шлейф святого висера аларик убедил клаеса что сведения растущей активности культов сейчас важны орда молеус как никогда люди которые еще оставались подчинение инквизитора были разосланы по всем мирам шлейфа сам клаес на последнем корабле направлялся к магнус о микрону где гражданские волнения грозили разорвать на части крупные города этого промышленного мира первостепенной заботой клаеса было гражданское население шлейфа серые рыцари ничем не могли помочь ему в подавлении беспорядков их малочисленная группа была нужна в другом месте аларик целиком сосредоточился на горгатулоте серый рыцарь надеялся что власти шлейфа смогут держать систему под контролем достаточно долго и космодесантники успеют изучить ситуацию генхай натыскал аларика в архиве в окружении сваленных в груды книг и бумаг аларик снял доспехи работал при свечах на трепетасе наступила ночь алюмосферы висящие высоко под потолком только окрашивали темноту в желтоватый цвет молодой капитан серых рыцарей был поглощен работой перед ним на столе среди открытых книг и пачек разрозненных бумаг лежало несколько электронных блокнотов кроме этого в комнате были свалены пустые подносы и тарелки аларик проводил так много времени в архиве что приказал немногим оставшимся в крепости слугом приносить ему прямо туда еду он писал что-то автоквиллом и в глазах блестели огоньки свечей космодесантники способны оставаться без сна до сотни часов не испытывая затруднений но сейчас глядя на аларика можно было сказать что он не спал гораздо дольше рубикону потребовалось более трех недель чтобы слетать на сатурн и вернуться обратно генхайну показалось что аларик не отдыхал почти все это время брат капитан негромко произнес генхайн аларик немного помедлил затем поднял голову правосудор я рад снова тебя видеть генхайн поднял в руках меч мандулиса его тяжелая острая как бритва лезвия казалось живым сияющий клинок отражает тусклый свет делал его ярче и в комнате сразу просветлела дурэндин сказал что мандулис с радостью передал бы тебе меч сказал генхайн я не собираюсь владеть этим мечом танкред обращается с подобным оружием куда лучше меня аларик отложил автоквилл и откинулся назад прости меня правосудор ты отлично справился с заданием не было никакой уверенности в том что орден удовлетворить нашу просьбу спасибо генхайн подошел к столу аларика и положил меч брат клай помещен в катакомбы хорошо я извещу об этом танкреда жаль что мы не смогли забрать и тело брата каануса серые рыцари оставили тело каануса нософануса кундусе предварительно забрав его гена семя генхайн накинул взглядом стопки книг и донесений мы приближаемся к разгадке возможно устал ответил аларик горгатулот пытается скрыть истинные намерения при помощи своих культистов все это лишь отвлекающие маневры аларик махнул рукой на стопки донесений повествующих о новых и новых беспорядках неизвестные лица вывели из строя геотермальные станции на магно-сомикроне и разрушили несколько уровней столичного города улья промышленного мира группа называющая себя новая судьба захватила широковещательные передатчики орбитальной станции и заполнила эфир нескольких систем бесконечными трансляциями нечестивых обрядов горгатулот обратился к своим последователям они исполняют все чтобы превратить шлейф в ад и отвлечь внимание от тех кто непосредственно работает над его возрождением как можно быть уверенным в намерениях принца спросил генхайн аларик пристально взглянул на него как раз сейчас горгатулот очень слаб ему приходится бороться чтобы выжить конечно каждый воюет по той же причине ты маскируешь свои силы выходишь на позицию и наносишь удар горгатулот может предсказывать приход повелителя перемен но в данный момент он просто старается выжить как делал бы любой из нас генхайн просмотрел еще пару отчетов на вулкане сульторе внезапно участилось рождение мутантов экипажи кораблей курсирующих в пределах шлейфа святого висера докладывали о внезапном и необъяснимом безумии членов команды здесь так много всего горгатулот может делать что угодно вот почему он наслал на лигию безумие он знал что она сможет отсортировать поток информации и выбрать самое нужное аларик тяжело вздохнул генхайн впервые видел своего боевого брата на грани отчаяния на мимо си уже началось дознание сказал правосудор она действительно безумно говорит на неведомых языках клаес пытается мне помочь но и он и все его помощники могут только собирать информацию отозвался аларик я надеялся выступить как только вернется рубикон но пока мы не отыщем смысл во всех этих донесениях нам некуда идти аларик внезапно поднялся и взял меч мандулиса как и все космодесантники он был очень высок но рядом с длинным и широким лезвием стал казаться гораздо меньше одному императору ведомо как выглядел мандулис с этим оружием аларик поднял меч повернул его в руке и взглянул на свое лицо глядящее с блестящей поверхности отражение подчеркнуло впадины вокруг глаз и морщины меч не просто отражал свет он был настолько чист что видел истину после тысячелетнего захоронения на титане меч остался таким же освещенным как в тот день когда был изготовлен инквизитор клаес отдал крепость в наше распоряжение неожиданно твердо сказала ларик уровни седьмого по двенадцатый необитаемы и танкред со своими отделением отрабатывает там приемы боя в городе пусть твои люди тоже примут в этом участие я хочу чтобы все были готовы к сражениям мои люди присоединятся к вам немного позже да брат капитан а где будешь ты я буду молиться ответила ларик я должен подумать без всего этого шума он показал накипы бумаг и стопки книг нельзя чтобы горгатулот спутал наши мысли дурендин доверил мне несколько откровений которые без сомнения хотел бы высказать тебе лично сказал ген хайн не мое дело повторять их но брат капитан мне кажется лигия была права выбрав тебя это еще придется доказать правосудор а теперь позаботься о своих воинах надеюсь я скоро смогу позвать их да брат капитан ген хайн повернулся чтобы уйти да направит тебя рука императора надеюсь что направит правосудор отозвался аларик без него мы не сможем сбиться с пути